Это программа «День с тулком» Судия Ирина Корчагина Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Не сразу все устроилось. В Барнауле вновь выбирают место под строительство гостиницы «Рэдисон». Не хватает минимум трех миллиардов. В гордуме озвучили цифру, которая нужна для сытой жизни. Спектакли, которые уносят в детство и заставляют плакать. Война! 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 В Барнауле приехали лучшие кукловоды со всей страны. В Барнауле ищут новые места под застройку гостиницы «Рэдисон». Определять их будет специальная рабочая группа. Ее создали накануне. В нее вошли архитекторы, чиновники, застройщик гостиницы. А вот общественников, к слову, среди них нет. Точный список мест пока не называют. Говорят, его еще нет. Тем не менее, архитектор Петр Анисифоров назвал четыре наиболее лакомых территории. Например, среди них – Обской бульвар. Элитную гостиницу предлагают разместить прямо за музыкальным театром. Под «Рэдисон» рассматривают и сквер, где установлен памятник жертвам радиации. Он находится за научной библиотекой имени Шишкова. А также старую часть города в районе Челюскинцев и Змеиногорского тракта. В двух последних случаях конкретного места пока нет. Среди обозначенных участков, кстати, нет речного порта и пересечения Красноармейского проспекта и улицы Молодежный. Их «Рэдисону» предлагали ранее. Представитель застройщика Иван Лужаев думает, что с первыми вариантами сможет ознакомиться уже на следующей неделе. Один из представителей рабочей группы Виктор Читошников сообщил нам, что выводы ситуации со сквером на площади Сахарова, скорее всего, сделаны. И если застраивать решат, например, сквер у Шишковки, история может повториться. Требования же, которые предъявляет «Рэдисон» к месту, Читошников называет общими. Размещение в административном центре, транспортная обеспеченность, инженерная обеспеченность. Вот такие общие принципы. Про, скажем, свободную территорию там речи не идет. В центре со сносом очень много мест, очень хороших, но единственное – это обременение. Там на любой выбор, на любой вкус. Но это дополнительные затраты. То есть, либо сейчас сносить какие-то выгодные, если под застройку, да, брать частные дома? Только так? Да, только так. Барнаульская городская дума приняла проект бюджета города на 2020 год. Пока только в первом чтении. Не забыли народные избранники о резонансных вопросах, например, о выделении средств на программу «Молодая семья». Подробнее расскажет Андрей Дреер. Проект бюджета на следующий год принят в первом чтении. Его основными источниками остаются налоги на доходы и имущества. Вопрос болезненный. Сейчас у нас, получается, по поступлениям, мы исходим из того, что проект исходит из того, что все поступления и ставки 0,3 по имущественному налогу, да, но мы все депутаты всех фракций намеждаем, не деляем на то, что нам удастся снизить и остановить дефинцированную ставку. Предположительно, в 2020 году доходная часть Барнаульского бюджета составит 12 миллиардов 282 миллиона рублей. Расходная часть чуть больше. При этом оппозиционные депутаты заявили, что не оставляют надежд увеличить финансирование по программам переселения из аварийного жилья и молодая семья. Но пока при формировании бюджета навстречу горожанам не идут. По вопросу увеличения поддержки молодых семей, который был поднят по публичным слушаниям, могу сказать следующее. Данные расходы не являются полномом учении муниципалитета. Вместе с тем, будут ежегодные участки реализации федеральных программ. После доведения объема финансирования из федерального и главного бюджета будет определена доля финансирования из бюджета города. На заседании сообщили, городу необходимо минимум порядка 15 миллиардов в год, а он получает чуть больше 12. Нехватка средств мешает софинансировать федеральные проекты и заниматься благоустройством. Депутаты предлагают выйти с рядом инициатив правительству края и АКЗС. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Через пять лет Барнаул должен стать умным городом. Он вошел в программу Минстроя по модернизации условий жизни. Как стать жителем умного города? Зависит ли это только от горожан? Узнавала Полина Жданова. Бесплатный Wi-Fi с 5G-связью на улицах города, зарядные устройства на остановках, видеонаблюдение, освещение в каждом дворе. Утопия, особенно для Барнаула. Город не крупный, не самый богатый, но стал участником нацпроекта «Умный город». Один из 170 по всей России. Он состоит из управления города с помощью цифровых технологий. Это умная ЖКХ, умный общественный городской транспорт. Это общественная безопасность. И ряд еще моментов. В целом это плавный переход на цифровую экономику. Все должно быть просто и автоматизировано. Умных критериев 700. А это значит, в разных отраслях для удобства жителей должна произойти полная компьютеризация. Из федерального бюджета на всю программу заложили триллион 600 миллиардов. Разделить на 170 городов и суммы уже не такие баснословные. В среднем на город всего по миллиарду в год. А это значит, должно быть софинансирование. Но гражданские активисты считают, что у города есть расходы и поважнее. Например, переселение из аварийных домов. Да и население Барнаула недостаточно обеспечено, чтобы успевать за мировыми новшествами. Я не против, чтобы система в виде наблюдения, практически весь город был в камерах. Это снизит преступность и так далее. Но по системе ЖКХ, то, что сейчас у нас имеется, я не сторонник того, чтобы устанавливать все эти системы. Потому что люди вынуждены будут переплачивать за это. Не все люди умеют пользоваться интернетом. Сомневаются он и в том, что жителей услышат. Хотя в крае должен появиться специальный сайт для голосования за проекты по благоустройству. Активисты считают, что информацию могут подать некорректно. И если реализация данной программы в части именно открытости и необходимости обсуждения такого рода проблем будет именно осуществляться путем логических друг за другом вкладок на сайте города Барнаула, где в самом только конце будет одно упоминание о том, что зеленый участок теперь будет заменен на офисные здания, то это не совсем правильно, я считаю. По многим вопросам либо тему задает сам муниципалитет, говорит, вот надо выбрать общественную территорию, либо гражданин обращается, вопросы аккумулируются. Мы видим, что поток информации, много пожеланий растет по данному вопросу. Это как раз для пищи, для принятия управленческого решения. Барнаул должен поумнеть полностью к 2024 году. Пока что прогресс локальный. Установили несколько умных остановок, увеличивают количество камер на дорогах, создали систему ЕДДС. Успеем ли за пять лет? Все зависит от финансовых возможностей города. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. В Барнауле сегодня чествуют сотрудников правоохранительных органов. Накануне дня сотрудника органов внутренних дел наградили лучших представителей профессии. Что они думают о своем деле и как воспринимают тяжелый график, расскажут сами. С какими людьми вам приходится работать? Контингент разный. Есть наркоманы, есть грубо тунеядцы. У нас страны сейчас грубо тунеядцы, потому что в связи с тем, что у нас рабочих мест нигде нет, официальных. Работать людям тяжело, трудовыстраиваются. Люди, которые ранее судимые, приходят, сидели они. Семья, она беспокоится за вас? Семья – это моя поддержка, моя опора. У меня трое детей. Воспитываем. Дети смотрят на меня. У меня дочери тоже посмотрят. Папа, может быть, мы тоже будем сотрудниками полиции. Как, что делать надо. Ну, детей я очень мало вижу. Это плохо. На работе мы проводим достаточно длительное время. Ну, как потребуется. Бывает это 9 до 10 вечером поднимаемся. В ночное время суток, если у нас поступает заявление без вести пропавших детей. Больше всего переживаешь за детей, которые совершают преступление необдуманно. Например, у нас были дети, которые благополучных семей, да, но совершали преступление, за которое предусмотрен только реальный срок наказания. То есть, за сбыт наркотических средств. Как бы это воспринимаешь очень сильно. Комната, где создают будущее, появилась сегодня в Барнауле. Благодаря сибирской генерирующей компании, ученики 53-й школы теперь смогут создавать и программировать роботов, проводить химические опыты и не только. Там открылся инженерный лабораторный центр. Подробнее расскажет мой коллега Илья Кочетков. Построить настоящего робота, напечатать на 3D-принтере нужную деталь, изучить строение живой клетки, виртуально оказавшись внутри нее. Взрослые гости говорили, что мечтали о таком оборудовании в своей школе. А в 53-й давно уделяют особое внимание естественным наукам. Благодаря данному оборудованию ребята могут заниматься практической деятельностью, проводить эксперименты, соответственно, выводить какие-то математические формулы, делать какие-то выводы. И, собственно говоря, это станет, может быть, началом их даже научной деятельности. Некоторое оборудование здесь – уровня настоящих научных лабораторий. Сферы физика, химия, информатика, робототехника, биология, география. Сибирская генерирующая компания оснастила центр за 2 миллиона рублей. Деньги немалые, но энергетики уверены – образование – лучшая инвестиция. Мы хотим вернуть то высокое звание инженера, но уже не на пальцах, а именно в этих лабораториях, в этих центрах, чтобы ребятишки и наше будущее поколение представляло, что такое инженерные какие-то идеи, инженерные замыслы и как их воплотить в жизнь. На научные занятия записались уже десятки детей. Ставить опыты и проводить исследования будут во внеурочное время. А в период каникул здесь обещают устраивать занятия для учеников из других барнаульских школ. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. В зоопарке «Лесная сказка» решили ответить на вызов скандального барнаульского зоомагазина, в котором незаконно отказались продать енота Соню. В интернете появилось видео, на котором директор зоопарка Сергей Писарев изо рта кормит виноградом енота. Так он отреагировал на слова собственников магазина, что в зоопарке зверьку не выжить. Сейчас, напомним, дом Сони – это тесная клетка под яркой лампой. Выкупить его хотели жители и хоккейный клуб «Динамалтай». Люди, кто-нибудь в поддержку, скажите слово, потому что этим людям доверять животное нельзя. Оно просто погибнет в том же самом зоопарке. Вон какой вкусный виноград. Ну и кто скажет, что мы плохо живем? За судьбой Сони сейчас следит весь город. В магазин часто приходят люди. Накануне на клетке енота появилось объявление о том, что животное не продается и находится на карантине. Барнаул сегодня открыл «Зазеркалье». В краевой столице стартовал первый всероссийский фестиваль «Театр кукол». На конца недели свои спектакли у нас покажут 12 театров. На первой встрече фестиваля побывала и моя коллега Дарья Демиллер. С точки зрения новизны, назвать главным событием года театра в Афресском крае, потому что учреждается и начинается абсолютно новый фестиваль. И быть ему теперь в регионе раз в два года. Кукольники со всей России съехались в Барнаул, чтобы показать свои лучшие постановки и посмотреть на других. Если мы на периферии работаем, мы ничего не видим. По сути, у нас только один театр кукол в городе. А так мы можем обогатить и себя, и других. То есть и других посмотреть, и себя показать. На фестиваль «Зазеркалье» съехались 11 театров из городов России. И атмосфера здесь потрясающая. И она чувствуется даже несмотря на то, что только начало фестиваля. Посмотрите на украшения стен. Это действующие куклы из спектакля Алтайского театра «Кукол». Открыл «Зазеркалье» спектакль Ханты-Мансийского театра «Бах-бах-бах». Это история о войне глазами цирковой собаки, чей хозяин ушел на фронт. Всего в программе фестиваля 12 постановок. В их числе три гостя со спектаклями-обладателями престижной театральной премии «Золотая маска» «Петерский ваня», «Московский письмовник», «Екатеринбургские разноцветные сказки». Хороший кукольный спектакль будет интересен и взрослым, уверены члены жюри фестиваля. У таких фестивалей всегда два направления. С одной стороны, воспитывать, ну страшное слово воспитывать, ну формировать свою публику, да, показывать, каким разным может быть театр кукол, как он может быть интересен действительно для взрослого зрителя. Театр кукол, сама формулировка, она не предполагает детский театр. Она говорит о том, что тут все-таки главнее куклы. И я не вижу как бы причины для того, чтобы называть его только детским. В программе фестиваля не только спектакли, но и мастер-классы для артистов, круглый стол и экскурсии для участников. Для зрителей же это самый масштабный в истории Барнаула бенефис российских театров кукол. До конца недели каждый день будут показывать, как минимум, по два спектакля. Дорида Миллер, Александр Антропов, День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам выходных.